ринг за колючей проволокой георгий свиридов часть 15 глава 40 11 апреля 1945 года борьба заключенных за срыв массовой эвакуации достигла высшей точки всю ночь в одном из помещений блока патологии заседал штаб восстания возглавляемый смирновым на заседании присутствовал вальтер бартель а также руководители различных национальных групп подпольщикам удалось узнать что пять часов вечера начнется уничтожение узников фронта подошли новые части огневая мощь охраны выросла в несколько раз бухенвальцам оставалось безропотно ждать расстрела или умереть в бою после заседания смирнов нашел андрея протянул ему новенький немецкий пистолет спасибо тебе от всей организации а это подарок от меня андрей радостно схватил пистолет а сейчас сказал иван иванович срочно приведи ко мне соколовского надо готовить походный госпиталь время тянулось томительно медленно в два часа дня в барак вбежал запыхавшийся связной и передал мищенко листок бумаги друзья внимание алексей поднял руку к нам обращается подпольный центр бухенвальда он развернул листок и стал громко читать товарищи фашистская германия потрясшая мир чудовищными зверствами под мощными ударами советской армии союзных войск рушится по частям вена окружена войска советской армии наступают на берлин союзники в 40 километрах от ганавера взяты зуль гота идет борьба за эрфурт кровавый фашизм окончательно озверевший от предчувствия собственной гибели предсмертных судорогах пытается уничтожить нас русскому военно-политическому центру достоверно известно что уничтожение бухенвальда назначено на 17 часов 11 апреля но дни фашизма сочтены настал долгожданный час расплаты свобода которую ждали годами близка товарищи командир подпольной армии советских военнопленных дал приказ сегодня в 15 часов опережая врага начать вооруженное восстание все как один на борьбу за освобождение смерть фашистским зверям будь проклят тот кто в эти решительные минуты забыл свой долг спасует в последней беспощадной борьбе да здравствует свобода тишину разорвали пулеметные и автоматные очереди эсэсовцы с вышек начали обстреливать группы заключенных бойцы подпольной армии перебегают от угла к углу стремятся к седьмому и восьмому бараку к умывальне малого лагеря и возвращаются назад завернутыми в одеяло винтовками из карманов торчат рукоятки пистолетов и ручки самодельных гранат лагерь пришел в движение каждый вооружался чем мог куском железа палкой камнем мищенко послал андрея и курта в распоряжение главного штаба вас туда требуют андрея и курта включили ударный батальон которым командовал лагунов перед ними стояла задача овладеть главными воротами ровно в 15 часов раздался взрыв у угловых ворот это был сигнал в то же мгновение электрик немецкий антифашист выключил главный рубильник и бросил самодельную бомбу в распределительную будку ура заключенные ринулись вперед начался необычный жестокий бой первым устремился на штурм главных ворот батальон 44 блока под командованием старшего лейтенанта валентина лагунова слева действовали батальоны 25 и 30 блоков следом за ними выступили все четыре бригады русских и отряд чехословацких патриотов на подмогу бросились отряды немцев французов болгар и других узников взят карцер выпущены заключенные ошеломленные неожиданным нападением эсэсовцы пустили в ход все имеющиеся у них оружие над бухенвальдом раздавался грохот взрывающихся фауз патронов и снарядов трещали пулеметы и автоматы смял проволочное заграждение заключенные штурмовали сторожевые вышки блиндажи ворвались в эсэсовский городок андрей с товарищами атаковали главные ворота над которыми находилась сторожевая башня засевшие в ней эсэсовцы отчаянно оборонялись четвериный пулемет и пять автоматов сдерживали натиск восставших борзенко вместе с куртом и сергеем кононовым короткими перебежками добрались до канцелярии примыкавший главным воротом им нужно было забраться на крышу сергей вышиб окно и влез в помещение через минуту он подавал ящики от картотеки стулья крышки столов у стены быстро росла пирамида по ней первым полез андрей на крыше боксер лицом к лицу столкнулся с фрицем ареем унтер шарфюрер сс в расстегнутом мундире без фуражки трусливо прятался за трубой пытаясь незаметно ускользнуть с вышки заметил русского смоляк скинул автомат андрей остолбенел вместо выстрела послышался сухой щелчок у эсэсовца кончились патроны подлюга андрей бросился на смоляка тот взмахнул автоматом андрей ловко увернулся смоляк потеряв равновесие упал не удержавшись на покатой крыше он покатился вниз андрей увидел перекошенное от страха лицо грязные пятна на серой спине рей упал на виду многочисленных заключенных не чувствуя боли он судорожно вскочил смотрите смоляк уйдет гадина пронеслось над площадью лови тысячи заключенных забыла смертельном свинцовом дожде бросились вперед их вела лютая ненависть к одному из закоренелых фашистских зверей с главной башни ударили пулеметы эсэсовцы буквально косили повстанцев по черепичной крыше канцелярии андрей курт и сергей подобрались почти к самой вышки курт вытащил из-за пояса самодельную гранату с длинной ручкой дай-ка сюда сергей выдернул чеку забросил гранату на вышку словно мяч баскетбольное кольцо граната описал в воздухе дугу опустилась за перегородкой пулеметной вышки раздался взрыв полетели щепки кирпичи осколки стрельба прекратилась а через минуту на вышке показался эсэсовец махавший носовым платком сдаемся главным воротом устремилась толпа бойцов андрей первым скарабкался на башню добрался до древка и одним рывком сорвал ненавистное полотнище с паучьей свастикой разорвал его и швырнул вниз андрей помоги бурзенко повернулся увидел сергея в его руках трепетала красное знамя они быстро прикрепили знамя к древку порыв ветра расправил его красное знамя над площадью пронесся радостный многоголосый крик ура люди с восторгом смотрели на багряное знамя знамя свободы а бой еще шел вооруженные повстанцы устремились к дачам и вилам своих палачей но там уже было пусто захватил ценности они бежали бежал комендант начальник гестапо бежал густ и другие фашисты шуберт даже успел захватить своих кошек в эсэсовском городе на самой вершине горы этотберг восставшие атаковали казармы засевшие там гитлеровцы отчаянно защищались они вели губительный огонь атака захлебывалась в эти решающие минуты подпольщики во главе с вениамином шелоковым проникли в эсэсовский гараж их провели знающие путь немецкие коммунисты перебив охрану смельчаки захватили три броневика взрывели моторы и боевые машины двинулись казармом это решило исход боя эсэсовцы выкинули белый флаг взятие казарм открыла дорогу складу оружия выломал двери бухенвальцы спешно вооружались батальон 44 блока вырвавшись из главных ворот захватил штаб бойцы ворвались кабинет коменданта там было пусто вдруг зазвонил телефон лагунов решительно снял трубку говорили из берлина как у вас идут дела закончили лагунов усмехаясь ответил да да заканчиваем бухенвальт свободен на первых порах в это трудно поверить но репродукторы уже передавали приказ штаба восстания самосудов не чинить пойманных эсэсовцев не расстреливать каждый преступник будет отвечать за свои злодеяния перед судом народов концу дня взятов плен 150 эсэсовцев они трусливо жмутся друг другу со страхом посматривают на своих недавних пленников куда девалась спесивая самоуверенность но эсэсовцы оставшиеся за пределами лагеря стали группироваться в лесу и повели самое настоящее наступление на бухенвальт угроза уничтожения не отпадала в бою в рукопашной схватке погиб сергей конанов он первым ворвался в гущу охранников убил троих и сам упал насквозь проколотый штыком бои вспыхнули с прежней силой отчаянные броски недобитых эсэсовцев пытавшихся ворваться в бухенвальд были встречены дружным огнем отбив атаки заключенные бросились в контратаку взяли в плен еще 800 извергал в эсэсовских мундирах на улицах и площадях бухенвальда среди неубранных трупов истощенные люди плакали от радости смеялись плясали обнимали и горячо поздравляли друг друга свобода можешь шагать куда хочешь делать что хочешь нет над тобой ни контроля не дубинки нет над смотрщика на тебя не уставлен черный глаз автомата перед тобой открыты все дороги ты свободен бухенвальд ликовал радио включенная на полную мощность разносила по всему лагерю передачу из москвы несказанно радостно слушать родную москву из репродукторов всего несколько часов назад изрыгавших ругательство эсэсовцев передают концерт для советских воинов мягкий женский голос поет незнакомую но такую родную песню хороша страна болгария но россия лучше всех андрей слушал и душа его заполнялась светлой солнечной радостью гордостью и счастьем здравствуй москва здравствуй родина вооруженный автоматом в солдатских ботинках таких же как недавно он разнашивал для фашистов андрей неторопливо прохаживался по площадке сторожевой вышки рядом курт они в наряде ведут наблюдение курт сматривается вдаль вдруг он приподнимается на носки глаза его становятся круглыми от удивления танки кричит он танки где да там смотри андрей смотрит на запад самом деле на дороге показалась колонна бронированных машин это не фашистки американцы курт восторженно машет руками тысячи бухенвальдцев высыпали к дороге встречать войска союзников наконец-то ура союзникам размахивая оружием восставшие приветствовали танкистов но что это танки подойдя к развилке дорог повернули в сторону от бухенвальда будто бы союзники не знали о существовании страшного лагеря смерти будто не замечали ожидавшие их толпы поднимая пыль бронированная колонна шла мимо тех кто многие годы страдал мечтая об освобождении радость сменилась всеобщим недоумением как же так грязные машины не сбавляя скорость прогрохотали мимо в направлении веймара в город спешат сказал курт сволочи выругался андрей положение бухенвальде оставалось напряженным три дня и три ночи узники держали самооборону эсэсовцы с помощью недобитых фашистских войск несколько раз пытались овладеть концлагерем их отчаянные атаки следовали одна за другой и только на четвертый день к бухенвальду подошли войска союзников эсэсовцы отступили в лес многие сдались в плен в лагерь прибыли американские грузовики солдаты раздавали узникам пакеты с продуктами на широкой бухенвальдской площади на камнях видевших страшные трагедии политых кровью в последний раз выстроились вчерашние пленники антифашисты 18 стран выстроились прежнем порядке поборочно так как стояли ежедневно многие годы 50 тысяч человек прошедших через муки и страдания фашистского ада вышли на площадь отдать последний долг своим павшим товарищам скорбно склоненные флаги звуки траурного марша траурный митинг открывает вальтер бартель один за другим на трибуну поднимаются ораторы они говорят об одном о ненависти к фашизму выступает подполковник смирнов весенний ветер треплет его волосы помогает развернуть исписанный лист бумаги ветер далеко разносит его слова слова клятвы которую мысленно повторяют тысячи людей заполнившая площадь мы антифашисты бывшие политические заключенные концентрационного лагеря бухенвальд собрались на траурный митинг чтобы почтить память наших товарищей умершленных фашистской бандой бухенвальде 56 тысяч расстрелянных повешенных удушенных в газовой камере замученных голодом отравленных умершленных и сожженных крематории 56 тысяч отцов мужей братьев сыновей приняли мученическую смерть потому что они были борцами против фашистского режима убийц 56 тысяч матерей жен детей взывают к мести мы бывшие политические заключенные бухенвальда представители 18 стран совместно боролись против ссовцев против нацистской банды и эта борьба еще не закончена гитлеризм еще окончательно не уничтожен на земном шаре еще находятся на свободе наши мучители садисты поэтому мы клянемся перед всем миром на этом апель плаце на этом месте ужасов творим их фашизмом что мы прекратим борьбу только тогда когда последний фашистский преступник предстанет перед судом правды уничтожение фашизма со всеми его корнями наша задача это наш долг перед погибшими товарищами перед их семьями клянемся отомстить фашистам за смерть 56 тысяч наших товарищей над площадью взлетает лес поднятых и гневно сжатых кулаков гремит многотысячная повторяется на разных языках грозное клянемся по распоряжению американского командования в бухенвальд согнали всех немцев жителей веймара и близлежащих селений чтобы они воочию убедились в злодеяниях которые совершили их соотечественники палачи в эсэсовских мундирах многие немцы потрясенные ужасами падали в обморок в бывшем эсэсовском городке в казармах и офицерских общежитиях размещали истощенных людей которых собирали по всему концлагерю и осторожно на руках доставляли походный госпиталь на второй день после прихода американских войск русские бригады стали готовиться в поход на встречу родной советской армии американский полковник попытался было задержать советских военнопленных концлагере до особого распоряжения господин полковник война еще не окончена заявил ему подполковник смирнов и мы не советуем вам препятствовать недавним узникам самостоятельно завоевавшим свободу они оружие не сдадут полковник молча пожал плечами по решительным лицам советских командиров он понял таких людей ничем не остановишь после торжественного обеда сохраняя боевое построение и выслал вперед сторожевые отряды 2000 советских бойцов основная ударная часть бухенвальдской армии двинулись на восток отряд за отрядом сохраняя равнение уходили недавние узники через главные ворота лагеря на которых по-прежнему висели железные буквы каждому свое сергей котов скомандовал запевай ребята и грянула песня которая столько лет хранилась в душе которую пели только шепотом которая была верной спутницей трудной и неравной борьбы пусть ярость благородная вскипает как волна идет война народная священная война советских людей провожал весь бухенвальд андрей бурзенко радостный и счастливый шел первых рядах колонны курт подбежал и крепко обнял его друг андре обязательно приезжай жду в гости помни наш уговор спасибо курт до встречи